Не забывается такое никогда. Накануне Дня воинской славы, полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Зале Управления по делам молодежи Славянского района состоялось памятное мероприятие, посвященное незабываемому подвигу ленинградцев. Подробности этого события в нашем следующем репортаже. 78 лет назад Красная Армия провела операцию «Январский гром» и освободила жителей Ленинграда от фашистской блокады. Более двух лет и четырех месяцев ленинградцы жили и сражались в кольце немецко-фашистских войск, преодолевая невиданные жизненные тяготы. Мы не вправе забывать об этом, какой ценой была завоевана победа над гитлеровцами, как блокадники выстояли, как работали и обороняли город от врага. Обо всем этом шла речь на встрече представителей молодежных организаций муниципалитета со студентами Славянского электротехнологического техникума и филиала Кубанского государственного университета в нашем городе. После просмотра видеофильма о подвиге сражающегося Ленинграда, студенты рассказали о том, как его жители выживали во время тяжелых испытаний, работали учреждения науки и образования, в театрах ставились спектакли, были и спортивные соревнования. Словом, делалось все возможное, чтобы город жил полноценной жизнью. Работники культуры, они внесли в такой вклад, что отнимали тревогу у людей, настраивали их на положительные эмоции, чтобы люди чувствовали себя комфортнее. Спектакли также продолжались, люди жили творческой вот этой жизнью, наслаждались всем этим, не теряли культурный интерес и культурное развитие свое. Современным молодым людям трудно себе даже представить, в каких условиях жили люди во время блокады и не просто выживали, а старались чем возможно помочь своим землякам. Поражает своим мужеством, это стихийно возникающие организации музыкантов, которые собирались в домах и давали концерты именно для мирных жителей, у которых не было возможности ходить в театры. И они продолжали работать вплоть до ситуации, когда не оставалось ни одного из музыкантов. В блокадном Ленинграде выстояли в тяжелое время и продолжали бороться же с жизнью и с свободой. Участники мероприятия с волнением слушали о том, как их ровесники в сороковые пороховые смогли выстоять в блокадном Ленинграде. Сегодня все мы, слушая друг друга, слушая нас, поняли, что поднятие боевого духа, поднятие двух оптического человека. Это очень важно для того, чтобы жить, для того, чтобы бороться, для того, чтобы побеждать. Вот сегодня еще раз мы убедились, что и наука, и образование, и спорт, и культура, они очень помогают жизни. История немеркнущего подвига ленинградцев не должна быть забыта. Герои-блокадники уже вписали свои имена в Книгу памяти России. Они ходили в театры, занимались спортом, был футбол, были какие-то мероприятия музыкальные, работал зоопарк. И мы пытались показать не только ребятам, но и напомнить всем о том, что даже в такие сложные времена необходимо продолжать жить полноценной жизнью. Мы помним величие подвига ленинградцев в Великой Отечественной войне. Собравшиеся близко к сердцу, приняли все, что они узнали о блокаде. Они гордятся тем, что являются наследниками героев, которые выдержали все тяготы и победили врага. Они помнят о подвигах и величии духа, которым нет равных. Андрей Вишневский.